Привет! Давно у нас не было повседневных видео, да я не могу сказать, что это видео будет повседневным. Возможно, вы заметили изменения на канале. Я перестала снимать влоги, начиная с лета. Насколько я помню, последний, скажем так, влог был выпущен в июне. Я снимала свой день рождения, потом ещё был день рождения Леона, но, скорее всего, это можно отнести к видео из плейлиста необыкновенной дни. То есть что-то знаменательное, не рядовое, не будни, не то, как мы проснулись, оделись, поели, сделали уроки, пошли туда-сюда и попереживали о погоде за окном. Нет, я перестала это делать. Ничего глобального и кардинального не предшествовало этому решению. Это получилось очень мягко, очень по-своему и очень интересно. Потому что в этот момент я просто поняла, не хочу. Мне перестало это быть интересно. Так уж сложилось, что в своей жизни я делаю ровно то, что я хочу. Многие меня за это осуждают, не понимают, не принимают, критикуют, стараются как-то повлиять, но ещё не придуман тот механизм, который меня, скажем так, переламывает. И слава богу, не моя эта дорога. И просто мне перестало охотеться это делать. Всё, я понимаю, что какая-то такая повседневщина, она хорошо людям заходит, вам нравится посмотреть, пооценивать, пообсуждать. Было больше активности, когда я снимала влоги на канале. Но дело в том, что я для себя очень конкретно поняла. Мне близка тема путешествий, географии. Я хочу этим делиться, я хочу быть полезной. Последнее путешествие из Парижа, которое только сейчас выходит на канале. Я пыталась быть максимально информативной. Не просто говорить, как мне прекрасно, хоть мне и свойственно это. Мне свойственно делиться восторгом, потому что я человек восторженный, так же, как и критично. Я хорошо вижу разные стороны явлений, людей. Но я пыталась преподносить информацию целостно, объективно, информативно. При этом добавляя и всегда, конечно, давая вам те эмоции, которые во мне возникают, рождаются. Не могу их не выливать. Поэтому, что послужило конечной вообще каплей, что я выпустила это видео. Как-то недавно я проснулась утром. Вы знаете, в таком состоянии, вот очень оно такое ранимое, когда ты только просыпаешься. Прочла комментарий на тему того, что не люблю я ездить по Парижам, написал Александр. Совсем вы оторвались от реальной жизни. И мне больно и обидно читать это. По-своему больно и обидно. Потом скорее у меня приходит недоумение, какая-то, возможно, злость. Люди, если ваша реальная жизнь одна, то у меня она может быть другой. И более того, какие-то неприятные суждения о том, откуда вы берете эти деньги, чтобы путешествовать, иногда нужно иметь голову для того, чтобы путешествовать в большей степени, и желание внутри, нежели деньги. Хотя они всем всегда, каждый день нужны. И поэтому я сначала хотела вообще быстрее-быстрее записать это видео, потому что, ну, блин, каждый сам создаёт свою реальную жизнь. Моя такая, я хочу говорить о мире, о путешествиях. Это то, что всегда двигало мной. Давным-давно мне было лет 13-15. Я пошла на международную журналистику учиться. Всё это было с целью того, чтобы рассказывать людям о мире. И когда я в свои уже 30, спустя много лет, много событий, много вообще совершений и препятствий, прихожу к тому, что я всё равно хочу делать это, я делаю это. Всё, я благодарю вас за внимание. Я надеюсь, что вы не только мою какую-то раздражённость углядели в этом видео. Да, блогов, скорее всего, не будет. Пока что мне не хочется это делать. Возможно, буду продолжать иногда снимать какие-то важные дни из жизни нашей семьи. А вообще, отправляю запрос в небо. Очень хочу следующее путешествие. Обожаю дороги. Надеюсь, что вам тоже будет интересно это смотреть. Делайте свой выбор, со мной вы или без меня.